Приветствую зрителей канала Заметки нумизмата. Мы сегодня поговорим о важной потепечальной дате в истории российской нумизматики. В 1919 году, в январе месяце, сто лет назад, трагический погиб, был расстрелян великий русский нумизмат, великий князь Георгий Михайлович Романов. Человек, сделавший для исследования русских монет, ну, наверное, больше, чем кто бы то ни было другой в императорское время. Сама его гибель тоже во многом была знаковой, как будто бы казнившие умышленно указывали на пристрастие великого князя, страстного нумизмата, коллекционера, хранителя коллекции русского музея имени императора Александра III. Георгий Михайлович носил нераспространенное среди романовых имя. Не случайно его отец Михаил, наместник на Кавказе, специально дал сыну имя Георгий в честь Георгия Победоносца, покровителя Грузии Георгии, входившей тогда в Российскую империю. И вот внук императора Николая I собрал, наверное, самое полное собрание русских монет, включая уникальные штучные экземпляры. Именно в его коллекции был и знаменитый Константиновский рубль, которого, конечно же, ну просто не могло не быть в такой прекрасной широчайшей коллекции. Момент передачи коллекции русскому музею, или точнее на временное хранение, так как русский музей не имел соответствующих площадей в 1909 году, и для их подготовки времени просто и не хватило в дальнейшем, коллекция размещалась в пяти больших ящиках, которые смогли лишь только довести до места хранения. Коллекция была передана музею на условиях сохранения именно в таком виде, без отделения отдельных монет или частей и без пополнения другими экземплярами. Но, вероятно, великий князь и не видел смысла в каких-либо пополнениях, предполагая, что явно выраженных иных монет нет и быть не должно в российской мумизматике. Можно, конечно, где-то спорить, не соглашаться, говорить о том, что не учитывались штемпельные разновидности, варианты, небольшие отличия в дизайне монет, да и сами русские монеты продолжали чеканиться и после 1909 года, и там еще история, конечно, преподнесла много неожиданностей и сюрпризов монетного дела Российской империи, и тем не менее коллекция эта, несомненно, одна из полнейших, если не самая полная. Коллекция, к сожалению, покинула Россию, сменив несколько рук владельцев, постепенно перешла в Смитсонский институт США, большей своей части, и для многих часто является большим удивительным фактом, что именно в Смитсонском институте хранится такая прекрасная, шикарная, многообразная коллекция русских монет, но секрет тут очень просто, это именно коллекция великого князя. В январе 1919 года он вместе с несколькими другими высочайшими заложниками был казнен по решению особого отдела ВЧК в Петропавловской крепости во дворе у стены того самого Петроградского, раньше Санкт-Петербургского монетного двора, изучению изделий которого он посвятил всю свою жизнь. И вот на столетие кончины великого князя именно Санкт-Петербургский монетный двор совместно с компанией Национальный нумизматический реестр произвел памятную медаль в честь великого князя. Вы имеете возможность хорошо рассмотреть на нашем канале эту великолепно исполненную на монетном дворе памятную медаль, ну и надеюсь, что она также станет частью вашей коллекции. Хорошего вам пополнения, новых интересных экземпляров и до следующих наших рассказов. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Продолжение следует...